Росиньон 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 Прč Продолжаем путешествовать Фотодороги Рос красных дорог Росиньон Не преступные стены Росиньо Марvel Какой красивый Один Нам нравится Вот дома уже штукатурены вот этим вот специально штукатуркой красного цвета, грунт красный, в общем много тут вот этого охрыта, до охренения тут я бы сказал, охры, летний велосипедах ездить, понятное дело, где еще, как мне, у Росеньёли поездить, ой, даже, видите, обводочка красного цвета у Росеньёна, то есть, ну, понятно. О, наскальные надписи на охре, народ тут себя увековечивал, по-русски не замечено ничего пока еще, явно не хватает стилистики, охра идет в керамику, вот мы видим образцы исполнения уже охреново, и штукатурку на стены, ну, естественно, традиционно она идет, поэтому вот такой вот цвет здесь, охреново. И даже ставни не остались без охры, под охреные ставни. Слушайте, грамотно примененный охреной цвет, дает охрененные качества. Да-да-да, вот тут такая галерейка, ну, понятно, лаванда, хотя лаванда уже была. Так, керамика, традиционно, традиционно, мастерская, магазин-мастерская, здесь же изготавливаются все эти изделия. Красота. Галерея керамики, здесь же еще она и производится в задних комнатах, производится эта керамика потрясающе красивая. Мы себе приобрели небольшую тарелочку. Так, это то ли на иврите, то ли на китайском. В общем, короче, многоязыкий город зазывает тут что-то отведать. А, специально для вас лавандовое масло. Ладно, пойдем дальше смотреть. Масло мы лавандовым затарились на годы вперед. Ага, центральная площадь, судя по всему, и вот такая характерная, опять же, колокольня. С металлической рамой и с колоколом наверху. Сейчас обеденное время, пора бы уже и подзакусить. А то здесь так поздно обедуешь, что не сразу и понятно, где-то в Провансале, в смысле, в Провансе или нет. Охра-охра, обед вовремя. Ну, опять-таки, мы все-таки во Франции, в Провансе. Вечный багет обязательно. И рыбка с рисом, с какими-то лату... Нет, не латуком. Фасоль, французский. Фасоль, помидорчик, чем-то начиненный. Запах очень-очень. И традиционный соуса. Бон аппетит. Закусив в бестро, мы продолжаем наш осмотр. Вот такие колокольцы тут, краники старинные или под старину сделанные. Всякие яшерицы. Железячки, курочки, стаканчики, лафончики, цветочки. И, в общем, полный ля-мизон. О, и вверх. Сейчас мы то пойдем. Так, поднимаемся по этой улице. Слава богу, подъем был не длинный. И он заканчивается. Вау. Какие виды. Прогулка по улицам с виноградом. Это виноград. Верьте мне, это вот... Он тут так растет. И мы выходим к верхней точке города. Города Ла Сеньора. Рассеньола. Да. Такая старинная водоразборная колоночка. Интересно, как она действовала. А, наверное, вверх по улице был какой-то резервуарчик. Петушок с водичкой. Вот там. И какое-то культовое сооружение явно. Маленький гальский петушок шлет привет своей курочке. Замочек. Ручечка. Восхитительно. Решеточка. Да, неспокойно здесь было, раз такие решеточки. Уже древние. И каменное распятие. Виноват кованое распятие. Вот вид на Леберон. Вот они. Охренные выходы. Охра. Охра выходит прямо на поверхность. Видимо, здесь как добывали, сейчас тут дороги, улицы, дома. И мы сами стоим на скале из охры. Если можно так назвать. Ну, в общем-то, да. А вон спит птица. Вот традиционный глобус района. Руссиньон, конечно же, в центре. А здесь, вокруг, уже не его располагается все остальное. Мы внедряемся в секрет города. И внедряемся его сонными улечками. Правда, выходим на солнце. С современным каким-то загородком. И, к не менее, с современным фонарем. По этим улицам 200 лет не ходили люди. А только туристы. Вы спросите, что туристы не люди? Нет. Люди. Но только несколько странного вида. Они бесцельно шатаются по старым улицам. Заглядывают во все окна и двери. Беспрестанно фотографируют. Казалось бы, обычные вещи. Таким образом, они просто отдыхают. Ходят, смотрят, как живут другие. Прикидывают, как могли бы жить они. А, кажется, они в этих условиях. Завидуют. Не без этого. Либо радуются, что живут у себя дома. Они лучше. Ну, дома там, где они опять вращаются в людей. Занятых, нервных. Постоянно снующих. Отжимающих себе разные разности. А сейчас они пока туристы. Беззаботные, веселые. Необременительные. Красная дверь. Надо зайти. В местной охры порядка 25 оттенков. Вот одна охра, вот другая. И все это охра. Немножко с разного цвета. И обмазана глиной. Похоже чем-то... Ну, похоже, что глину... Нет, не похоже. А именно глину из этой самой охры взяли и обмазали камни. А вот еще один оттенок. Ой-ой. И вон еще один оттенок. Охренеть, сколько можно сделать из обычной охры. Ну, и не буду оригинальничать, сказав еще один оттенок. Души совсем таинственные улицы. Вот он гнет веков. Тростник. Черепица какая-то. Звездка. Вот тот на таких балочках лежит. Очень даже художественно. Вот такая небольшая улица. Даже проход, я бы сказал, в домах. Ведет куда-то вниз. Ну, тоже разные цвета охры. Город весь раскрашен охрой. Там светится что-то еще. Господи, куда не пойдешь, а? Столько всюду интересного ты найдешь. Такой еще не видел. Система оживления. Проблемы с сердцем. Вызываем скорую и... А, разрядник. Да-да-да-да. Слушайте, это разрядник. Если у кого-то возникает проблема с сердцем, можно... Компания Шиллер. Шиллер или это спаситель. Можно сделать разряд. Раздействие разрядом. Дефибриллятор. Вот так вот. Туристическое место. Она помнит, что человек живой и смертный. Интересно. А у нас абсолютно безопасное место. Видите, даже ключи с замков не вынимают. О как. Правда пишет, что останавливаться тут нельзя. Потому что потому и не вынимает, что никто не остановится и не заберет. Вот так вот. Ладно, покидаем этот славный город. Купили мы тут оливковое дерево. Возьмем его себе на память. Вот оно оно. Это мы будем его выращивать. Холить и лелеять у нас в Москве. И... Так, туда уже не пойдем. И поехали теперь смотреть, где тут у них фабрика. Где эту охру обрабатывают. Охрененную фабрику, короче, едем смотреть. Показать вот такую штуку. Вот город себя продвигает даже на мусорных баках. Вот здесь вот, там, за этой стенкой мусорные баки. Вот контур города. Сейчас еще покажу. И вот он на земле отображается. Видите? Еще один мусорный бачок с профилем рассиньола. Продвижение? Продвижение, товарищи, самое главное дело. Любые способы хороши, если вы хотите что-то продвинуть. Или задвинуть. Посмотрев Фруссильон, мы едем на Колорадо. Местная Колорадо здесь есть. Выход красных скал. Карьеры, наверное, бывшие карьеры, я так понимаю. Где вот располагаются вот эти... Ле Колорадо. Там есть кемпинг, и там наверняка есть сначала тропы. Там можно погулять какое-то время. Побродить вот по этим отрогам. Скалистым. Сейчас подъедем, проверим, посмотрим. Если все, как мы предполагаем, поснимаем, расскажем, погуляем.